Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Доброе, добрейшее, тамузское утро! Мы живем вместе сегодня, 4-я тамуза. 4-я тамуза и 3-е июля сегодня. 3-е июля, 4-я тамуза. Мы продолжаем изучать Тору, которая была дана 3334 года назад. Шарабейна получил Тору и вот мы ее 3334 года учим, передаем из поколения в поколение и стараемся выполнять то, что Бог от нас ждет и Всевышний нас за это сохраняет. И сегодня как раз, значит, шавуа то всем желаю, хорошей недели. Сегодня как раз интересный отрывок в книге о Йом-Йом, сегодня день, как раз вот очень интересная одна информация, которая заставляет задуматься очень сильно, особенно в свете последних событий, то, что происходит в мире, эта информация заставляет задуматься. Значит, пишет нам эта книга так. Один-единственный хасид или ученик Ешивы, один-единственный хасид или ученик Ешивы, полностью отдающий свое сердце, разум и душу за Тору и ее укрепление, спасает огромный город во всех аспектах городской жизни. Происходит это сверхъестественным путем, то есть это не каким-то там обычным путем, превосходящим природный порядок вещей в заслугу наших праотцов, названных отцами этого мира. Значит, дается здесь нам такая интересная информация, что, как мы знаем, были праотцы Авраам, Ицхак и Яков. Авраам, Ицхак и Яков, они были, так они и называются, да, Авод, Шалош, Авод, они были как, от них уже пошло все вот современное мироздание, скажем так. Теперь, значит, был Авраам, да, вот сейчас называются соглашения Авраама, то, что сейчас Израиль помирился с Дубай, Эмират и вот эти все страны, которые являются потомками Авраама по линии Ишмаэля, его сына первого, который был Ишмаэль от Агари. Значит, и Авраам, он был первый в мире, у него было такое качество Авраама, да, он шел против всего мира, он шел против, даже он шел против Всевышнего, да, был момент, когда он со Всевышним спорил, когда Всевышний хотел уничтожить Сдом и Амору, Авраам с ним спорил. Он мягко спорил, он говорил, что, что я, он говорил, что я, я прах и пепел, он говорит, я понимаю. Но Всевышний, если есть там, хотя бы, говорит, десять праведников, если есть, вы же не, ты же не уничтожишь город? Он Всевышнего спрашивал. Кстати, это тоже, видите, как перекликается. Тут написано, что даже один праведник, он может спасти город, а Авраам дошел, когда говорил со Всевышним, он дошел до вопроса, может, там есть десять праведников, которые, ну, и ты из-за них не уничтожишь, и Бог сказал, нет, там нету десяти, и уничтожил Сдом и Амору. Но здесь нам такой дается новая идея, что даже один может спасти город. Значит, когда Авраам, он нашел вот этот вот путь с Богом, да, он, получается, шел против всего мира, настолько у него была вот эта сила идти, он был еврей, слово еврей, да, евреи, откуда прошло название, он был на Эвер, на другой стороне от всех, да, он все время был такой, не шел, куда бежало все, куда толпа идет, он был всегда против толпы. Значит, это был Авраам, потом у него был сын Ицхак, который, Ишмаэль, Ишмаэль это был сын Атагарь, от него пошли, от него пошли арабы, теперь, потом был сын Ицхак от Сары, и Бог очень сильно испытывал Авраама, он ему, Аврааму давал десять испытаний, десять страшных таких испытаний, которые обычный человек бы в жизни бы не прошел, там настолько был тонкий сигнал, или ты слышишь Бога, или, понятно, ну, первое, Авраам ушел легко, ему Бог сказал, лех леха ми ар цеха, иди себе из своей земли, из своей страны, из своего города, и потом он сказал ему, из дома отца своего, то есть Авраам вышел из всех своих шаблонов, шаблонов воспитания, предположений, правил, принципов, там, то есть Бог ему сказал, вот выйди из всего этого, да, оставь то, что мы сегодня называем эго, выйди из этого. Авраам говорит, пожалуйста, и ушел, куда? Бог говорит, я тебе покажу, куда, иди по сигналу. Он говорит, хорошо, идем по сигналу, значит, и выходит по сигналу, мало этого, с ним пошла его жена, его племянник, то есть они-то не слышали голос Бога, а он был настолько уверен, что он слышит голос Всевышнего, ну, вот представьте ситуацию, да, например, сейчас, там, Нурила Таубаев, или Наталья Воложанина, они говорят нам, я слышу голос Бога, вот прям Бог мне говорит, это делай, это не делай, ну, как-то возникнут сомнения наверняка, да, Авраам, ему этот голос внутри говорил, значит, полностью уйди в неизвестно куда, я тебе буду по ходу показывать куда, он говорит, хорошо. Дальше этот голос его проверял, проверял голос Всевышнего, его проверял много раз, проверял он его, было 10 испытаний у Авраама, и он во всех испытаниях выставил, то есть вплоть до того, что голос ему сказал, убей своего сына Ицхака, убей его просто взять, ножом принести в жертву, и он говорит, хорошо, хорошо. И в последний момент ангел остановил его руку, и это была сущность Авраама. Теперь Ицхак, который это пережил, сейчас много говорят про детские травмы, но он как бы действительно пережил много травм, его, например, в два года, когда ему было два года, его хотел убить его брат Ишмаэль, он его хотел убить, и после этого Авраам отослал, Агарь, мать Ишмаэля, и Ишмаэля отослал в пустыню, говорит, все, уходите, Бог так сказал, а это уже Бог сказал Саре, это тоже интересный момент, и приходит к нему Сара, к Аврааму, и говорит, все, выгони эту Агарь, служанку. А она до этого сама ему дала ее в жены, то есть Сара сама Агарь привела к Аврааму и сказала, что вот возьми ее в жены, пусть будет у тебя ребенок от нее. Авраам говорит, хорошо, как ты скажешь. Родился ребенок, потом Сара приходит и говорит, а теперь выгони ребенка и жену эту. Авраам говорит, ну как, ты же мне сказала, в Торе написано, что это было плохо в его глазах, но он не понимал, он был очень добрый человек, всем помогал, а тут выгнать ребенка и жену. Но ему Бог тогда сказал тоже голос, говорит, слушайся, Сару, жену твою, и он их выгнал. И они ушли в пустыню и так далее. В общем, была очень тяжелая жизнь. И Ицхак, который это все пережил, тут его убить хотел Ишмаэль, потом его папа хотел убить, уже положил его на жертвенник ножом, значит, в последний момент, в последний момент Всевышний Ангел остановил его руку, и он его не убил. Мама, которая это видела, она тоже была Сара Пророчества, она это увидела там, этот момент, она умерла в этот момент, то есть Ицхака мама умерла еще после этого. И значит, потом Ицхак, он был такой человек, потом он женился на Арифте, и значит, он был очень такой в себе все время. И он был все время в себе, и несмотря на то, что он был все время такой внутри в себе, он, знаете как, есть люди, которые служат Всевышнему активно, как Авраам, да, они вот, например, мы Ваикра, мы сделали в стиле Авраама, то есть мы стараемся, мы стараемся рассказывать про Всевышнего, я и все наши лекторы Новоикра, мы стараемся рассказывать, чтобы больше людей узнали о Боди, о Торе, о заповедях, это как бы такой активный стиль, это как Авраам. А есть, которые служат Всевышнему, как Ицхак, они, это стиль такой внутренний называется, да, то есть человек, он полностью от всех закрывается, и он нон-стоп, вот он встает там, например, до восхода солнца, он идет в Микву, он после Миквы, он там молится очень долго, после молитвы он очень долго, он целый день учится, потом он опять, ну то есть ночью он учится, ночью встает в полночь, плачет о разрушении храма. Есть такой стиль служения, есть его крайность, был такой Саба Миновардак, он на несколько лет ушел, вообще закупорился в доме, из дома не выходил. Он говорит, вообще, как я могу с людьми общаться, если я еще не исправил себя, и я вдруг кому-то позавидую, а вдруг я что-то не то скажу, не так сделаю. Нет, он говорит, я лучше буду один сидеть, и вот тогда точно я никак не согрешу с людьми, а зато я буду служить Всевышнему вот так полностью. К нему пришел другой раввин, Саба из Слободка, это был такой праведник, это было где-то около ста лет назад. Ему говорит, а как же другие люди, ты же должен помогать другим людям, ты должен выполнять заповеди, то есть ты как бы, ты спрятался, чтобы не согрешить, но ты же не можешь ничего сделать, в плюс. И он его уговорил, и Саба Миновардак вышел, и все современные раввины, которые возглавляют литовский мир Ешиф, то есть все современные, можно сказать, такие носители Тора, ортодоксальное еврейство, это ученики вот этого Саба из Миновардака, когда он вышел из этой пещеры, не из пещеры, он сидел в доме запечатанной. Представляете, то есть он вышел тогда, и в 20-е годы прошлого века, революция, не революция, он открыл больше 200 Ешиф, он был, ну такой, просто был совершенно человек в служении Всевышнему, безграничный. Теперь, значит, это я чуть вам дал такое предисловие, чтобы показать, что имеет в виду вот здесь, в этой книге, когда говорится, когда один ученик Ешивы или Хасид, ну такой Хасид, это тот, кто делает больше, чем надо, когда он полностью отдающий свое сердце, то есть когда он служит самоотверженно, то он может, он спасает целый город своими заслугами. И когда, например, говорят, вот Израиль, там, выиграл в шестидневной войне, шесть дней была война, это невозможно представить разницу, то есть вот сейчас воюет Украина, на нее напала Россия, а если бы на нее напали все вокруг, да, Россия, Молдавия, там, Белоруссия, Польша, вот так на Израиль напали тогда все страны, вокруг которой были все арабские страны со своими армиями. И Израиль их победил за шесть дней, то есть за шесть дней они дошли уже, израильская армия дошла до Каира, они могли захватить Каир, они дошли до Дамаска, столица Сирии, и только Советский Союз тогда сказал, что если сейчас, ну, захватят Каир и Дамаск, то Советский Союз вступит в Москву, в войну, и тогда Америка уговорила Израиль остановиться, потому что, ну, иначе Израиль бы захватил бы столицы двух самых Египта и Сирии. И когда говорят, что эта война, ее не изучают, ее не изучают в военных академиях, потому что, говорят, такого не бывает, это чудо. И вот мы сейчас видим причину этого чуда, потому что в то время сидели в Ешивах, в Бнебрате, в Иерусалиме, сидели люди, которые самоотверженно, самоотверженно, вот как здесь написано, отдавали свое сердце, разум и душу, затору и ее укрепления. И именно поэтому были вот эти все чудеса. Так, ну, вот так оно работает. Значит, теперь вторая книга, которую мы изучаем, называется «Обретение неба на земле». И здесь как раз вот об этом и говорится, да? Говорится здесь так. У всех у нас есть ограничения. В конце концов, разве мы не люди из плоти и крови? То есть мы, у человека, это ограничения. Басарва дам – это мясо и кровь. То есть чуть заболел, чуть нету сил, все, у человека уже двигаться не может. Теперь, однако, приходит время, когда мы должны выйти за свои границы. Вы должны делать больше, чем можете. Правда в том, что у вас душа не только животная, но и божественная, а божественная не знает границ. Это вторая книга, где как раз есть идеи Любавического Рэба. И вот эта идея, которую он продвигал и которая была у него основной. Он как лидер, он людей включал на выход из границ в служении Всевышнему. Я помню, как раз вчера я рассказывал одну историю, что к нему приехал один раввин из ЮАР. И вот он в ЮАР, значит, был раввином, и Рэба его спрашивает, скажи, пожалуйста, вот скоро Ханука. Ханука, вы знаете этот праздник, Ханука, когда празднуется два чуда. Первое чудо было, как маленькая кучка священников начали восстание против греков и победили греческую армию, и выгнали греков, освободили они тогда Израиль. И второе было чудо, что в храме кувшинчик, которого хватало на один день, горел семь дней в храмовом светильнике. Это как раз Ханука, праздник, который выход из границ. И вот приезжает этот раввин из Йоханинсбурга, приезжает к Рэбе, заходит к нему, говорит, я вот из ЮАР, значит, раввин. Он говорит, как у вас дела? Тут говорит, все дела, нормально. Значит, апартеид, тогда еще был апартеид. Вот, значит, черных угнетают. Значит, ну, апартеид. А Рэбе его спрашивает, хорошо, говорит, это все понятно. А скажите, говорит, что вы делаете для евреев, заключенных в тюрьмах? Тот говорит, ну, а что здесь для них делаем? Стараемся им пронести там молитвенники, еду какую-то, стараемся им помочь. Он говорит, а вот сейчас Ханука приближается, они будут зажигать свечи? Тот говорит, ну как, в тюрьме нельзя зажигать свечи. Рэбе ему говорит, а вы пробовали решить этот вопрос? Тот говорит, нет, ну я не пробовал, но я думаю, что нельзя. Он говорит, я вам даю прям конкретное поручение. Решите этот вопрос, вот подумайте, как. Он говорит, ну у меня есть один знакомый, это священник, который в тюрьмах, протестантский священник, который там в тюрьмах, он занимает какой-то высокий пост, главный священник тюрьм там ЮАРа. Значит, может быть, я приеду, тогда ему позвоню. Рэбе говорит ему, нет, говорит, звоните сейчас. Тот говорит, а как я сейчас позвоню? В ЮАР сейчас ночь. Рэбе говорит, вот прямо сейчас идите в соседнюю комнату, там телефон, в то время еще было за границу тяжело звонить. Звоните ему, и как раз то, что вы позвоните ему ночью, он поймет, насколько это важный вопрос. Тот раввин говорит, ну я попробую. Значит, звонит ему, тому священнику ночью протестантскому, и говорит, вот у нас сейчас Ханука приближается. Вы, конечно, знаете про этот праздник. И очень важно, чтобы заключенные могли зажить свечи в ханукальные, в тюрьмах. Вы можете помочь? Я звоню по поручению Любавического Рэба. Значит, это важный вопрос, очень важный. Тот вдруг ему отвечает. Конечно, я сделаю все возможное, я понимаю, насколько это важно. Я прямо сейчас начинаю действовать. И он начинает звонить там по каким-то своим каналам, все. И на следующий день прямо все уже есть разрешение. Заключенные в ЮАР еврейские будут зажигать свечи на хануку. Этот, значит, раввин опять приходит к Рэбе, на следующий день тоже на аудинцу. И, значит, говорит, вы знаете, это удивительно, но получилось. То есть я позвонил ночью, все, как вы сказали, и у меня все получилось. А тот ему говорит, вы знаете, говорит, это, видите, у вас получилось. Но вы знаете, что в Америке тоже заключенным еврествам не разрешают зажигать свечи на хануку. По-моему, в штате Нью-Джерси. И я найду этот рассказ, это очень известный рассказ. Он говорит, раз у вас получилось в ЮАР, значит, у вас получится и здесь. Я вам даю поручение и здесь решить этот вопрос. Тот говорит, как я решу этот вопрос, я еще в ЮАРе кого-то знаю, я живу там. А в Америке я никого не знаю. Он ему говорит, подумайте. Вот когда вы выйдете из своих границ, когда вы подумаете, значит, вы вспомните. И он, значит, там в этом рассказе рассказывается, как и что, почему он добился, что вы в Нью-Йорке тоже разрешили заключенным еврествам зажигать свечи на хануку. Это непростой рассказ. Это как раз описывает то, что когда человек находится в своих границах, то он эти границы себе, в принципе, придумал. И большинство людей никогда не пробовали выйти за пределы своих границ в служении Всевышнему, в выполнении заповедей, в помощи другому. То есть большинство людей живут в такой, как в Таиланде когда-то, по-моему, в Таиланде это было, да, или в Таиланде, или в Индии, как слонов дрессировали. Маленький слоник, он еще слабый, его привязывали за веревочку, и он от столбика не отходил. И он ходил вокруг столбика этого, потом он вырастал, этот слон. Но веревочка оставалась, и столбик оставался. Этот огромный слон, который мог вырвать дерево, он не убегал к себе в джунгли, он уже привыкал, что я хожу вокруг этого столбика, вырваться я не могу, значит, и всю жизнь этот слоник ходил вокруг столбика. Уже не слоник, а слонище огромное. И, значит, так воспитывали, так дрессировали слонов. И мы где-то тоже, если мы живем только в рамках ограничений своей вот этой вот животной души, то мы тоже такие слоники. А можно быть ангелами. То есть это то, что пытался Рэбе пробудить в каждом из нас. И о чем здесь написано в книге «Обретение неба на земле». «Выйти за свои границы в развитии духовности». Теперь недельная глава, которую мы начинаем сегодня читать, в Израиле. То есть в Израиле читают на главу вперед, а потом в какой-то момент оно объединяется. Но так как я нахожусь в Израиле, так мы идем по израильскому расписанию. Значит, сегодня начинаю читать главу, которая называется «Балак». Очень такая мистическая глава, те, которые люди, вот многие думают, да, религия это такое устаревшее, это такое, знаете, ну вот, очень устаревшее. И ходят, ходят в какие-то там ищут Кастанеда, там, Гурджи, в какие-то системы, какие-то там, садгуру, какие-то типа, вот такие вот духовные системы. Ну вот вам такая мистика, которая есть в этой главе, такой мистики нет нигде. Значит, глава называется «Балак». И начинаем эту главу. «И увидел Балак, сын Цепора, все, что сделал Исраиль леймари, все, что сделал народ Израиля эморейцем». Значит, мы знаем, что 40 лет народ Израиля был в пустыне, питался маном. Это как раз вот есть пранаеды, еврейский народ питался духовной пищей. С неба спускался ман, это была духовная пища. И вот они 40 лет питались этой духовной пищей, с ними двигался вместе колодец, который открывался. И потом умерла Мириам, колодец остановился, умер Аарон, ман перестал падать. И, значит, они подошли уже к земле Израиля, и им навстречу вышло два царя, Ог и Сихон. Значит, Ог это был последний из великанов, которые жили на земле. И он, значит, они победили и Ога, и Сихона. И, значит, вот они уже подходят к последней рубежи земля Израиля. И в это время, значит, Моавитяне, это Таск, Моавитяне, это где сейчас Иордания. Значит, вот они подошли к этим Моавитянам со стороны Ерихо, да, со стороны Мертвого моря, они должны были заходить в землю Израиля. И увидел Балак, сын Сипора, все, что сделал Израиль и Морею. И Морейцы, это были вот эти Ог и Сихон. И испугался Моав перед народом очень сильно. Очень они испугались. У них внутри был такой вот страх, да. И, значит, испугались они все. И сказал Моав тогда вот этот Балак, который возглавлял народ этот Моавитяне, он сказал старейшинам Мидиана. А Мидианитяне, это был кочевой народ, который, вы помните, если Мушерабейну, он пришел к Итро. Итро, это был у них главный священник. И Мушерабейну женился на Цепоре, дочке Итро. А Итро потом принял Тору. Он пришел, когда принимали Тору, он тоже принял Тору. И Мидианитяне, это был кочевой народ, которые были, они очень знали колдовство. Были Мидианитяне и Амалетии. Это было два кочевых народа. Амалетии, это были вообще демоны. Они могли превращаться в животных. А Мидианитяне, они были тоже такие кочевники, очень были они мади. И вот, значит, Моав и Мидиан, они объединились и послали они послов к Беляму. Белям, это был такой самый главный маг того времени в мире. Он жил, написано так, и послали они посланцев к Беляму, сыну Беора, в местность, которая называлась Птора, которая была в Междуречии. Это там, откуда был родом Авраам, откуда был родом Лаван. Потом, когда пошел туда, туда пошел, Ривка была из этого же места, жена Ицхака. И жены Якова тоже были из этого же места. То есть, это было место, где очень была развита духовность того времени. Духовность, магия, идолопоклонство. Потому что отец Авраама же, он тоже был в то время самый такой известный, один из самых известных магов и торговцев идолами. Он вот как раз был в этой сфере. И значит, там был самый известный маг того времени, которого звали Белям. И послали они туда посланцев, приходят они туда, к этому Беляму, с вопросом, почему они к нему послали. И почему они объединились, Моав и Медиан. Значит, когда народ Израиля приблизился, Моав и Медиане видят, что они победили две армии, двух самых сильных царей того времени, таких Спарта. Ок и Сихон, это были как Спарта того времени. Два таких государства военных, военизированных, как Чечня, например, и Спарта. Которые, у них все было построено на том, что у них были спецназ такой армии. Они захватывали окрестные страны. В то время было очень четкое разделение. Было три вида народов. Были народы земледельцы. Земледельцы, у них была какая-то надежность. Они сидели на земле, выращивали зерно. И у них было, что вот я зерно вырастил, у меня будет что хуже на следующий год. Были народы, которые были скотоводы, которые выращивали скот. Ну, скот, будет трава, не будет травы. Тут засуха, не засуха. То есть, ну, они ходили со скотом, они не могли жить на одном месте. Им все время нужно было искать новые пастбища. Они кочевали. И был третий вид народов. Было три занятия у народов. Земледельцы, кочевники, эти самые скотоводы. И кто? Разбойники. Народы разбойники, которые забирали у земледельцев и у скотоводов, забирали, значит, зерно и овец. Все. Вот три было занятия от этих. И ты, значит, где ты родился, там и пригодился. Потом появились большие страны, которые, там фараон, у него была сильная армия, они могли защищать свой Египет. И у них были свои земледельцы. А фараон, он был главнокомандующий, защищал от набегов. То есть, дальше в странах получилось так, что вот эти вот разбойники, они объединились с земледельцами и стали защищать земледельцев. А те, которые были скотоводами, они, в принципе, исчезли, можно сказать, вот эти кочевники, потому что, ну, уже куда кочевать. Значит, и они потом примкнули со своими стадами к этим земледельцам. Получилось, что вот государства в каждой стране, это те, которые раньше были разбойниками. И они, так было и в Японии, везде, то есть, земледельцы приглашают каких-то разбойников и говорят, слушайте, зачем нам нужно, чтобы на нас все время разные набегали? Давай вы, значит, сядьте над нами, мы вам будем каждый, там, год платить налоги. Налоги, это как то, что мы выплачиваем своим собственным разбойникам для того, чтобы они нас защищали. Но вы нас теперь защищаете от внешних разбойников, которые будут на нас нападать. Вот примерно так образовался мир современный. И вот, значит, Моавитяне, они были земледельцы. Медянитяне, они были скотоводы-кочевники, да? Теперь, а вот эти вот Ог и Моав, они были такие, как бы, спарты, такие разбойники. И Израиль их победил вообще просто, снес. И вот они подходят к Моаву. Моав соединяется с Медяном и говорят, что делать, как от них спастись, от этих евреев. А Медянитяне говорят, у них главный Мошер Абейну. А Мошер Абейну, он у нас воспитывался, он же был зятем Итро. И их вся сила в молитве. То есть, вся сила их, они побеждают не потому, что они там сильные, умные и так далее. Вся их сила в молитве. Тогда Балак говорит, о, я пошлю тогда к этому самому, к Беляму, который самый главный маг, чтобы он их проклял. И он шлет к этому Беляму посланцев и говорит ему, Ваата, пожалуйста, пойди и прокляни мне вот этот народ, потому что он очень сильный и сильнее, чем мы. Может быть, я смогу победить его и выгоню их тогда из земли. Потому что, зная, что тот, кого ты благословляешь, благословлен, а тот, кого ты проклинаешь, проклят. Значит, устная Тора нам говорит, что Белям, он был действительно пророк. Он был пророк из народов мира. Он, но его сила была не в том, что он мог, то есть, он не был праведником, он был просто пророк. То есть, есть люди, которые, как они ясновидящие, но они не являются, не достигли этого, потому что они добрые, хорошие люди. Они просто получили это в какой-то как подарок, да. И вот Белям, он был, он не был праведником, но он получил вот этот дар пророчества. И здесь написано, что тот, кого ты благословляешь, благословлен, а тот, кого ты проклинаешь, проклят. Не потому, что ты имеешь силу проклинать или благословлять, а потому, что нам говорит устная Тора, он видел, вот он смотрит на человека и видит, что этот человек благословлен Всевышним. Он ему говорит, ты знаешь, у тебя будет все хорошо, я тебя благословляю, у тебя будет все хорошо. То есть, он видел уже результат, и он поэтому подмазывался под этот результат. Но люди думали, что его благословление имеет силу, его проклятие имеет силу. А на самом деле, он видел, идет по улице человек какой-то, который сейчас умрет через какое-то время. А он, значит, говорит, сейчас я его прокляну, и он умрет. Все такие, как? Он говорит, вот так, проклинаем его. Проклял, человек умер, все. О, он умеет проклинать. А по факту, он просто видел уже то, что должно произойти. И вот, значит, Балак его зовет, пришли они к нему, старейшины Мава и старейшины Медиана. И сказал он им, проведите здесь эту ночь, и я дам вам ответ, как говорить будет Бог мне. То есть, он, когда его позвали проклясть или благословить, он, в принципе, правильно решил спросить у Всевышнего, какой будет результат. И он им говорит, оставайтесь, те, которые были старейшины Медиана, колдуны, они там сразу что-то поняли, что нету в нем силы и ушли. А Мавитяне остались. И вот, значит, ночью, ночью Бог пришел к Беляму и начал с ним разговаривать. И, в общем, Белям говорит, меня позвали их проклясть, народ Израиля. А Бог ему говорит, и сказал им Эль Белям, сказал Всесильный Беляму. Лот-элех-эма-эм, не пойдешь ты с ними. Лот-аор, это не проклянешь ты народ, ки-баруху, потому что он благословлен. Так он ему сказал, и дальше мы узнаем, что было дальше, потому что это очень интересно. Там дальше будет, ушли первые посланцы, пришли вторые. Как там дальше разворачивались события, мы узнаем завтра. Все, всем удачи и успехов. У нас есть на сегодня четкий путь, как получить благословение от Всевышнего. Это делать то, что сказал делать Всевышний, выполняя волю Всевышнего. И он выполнит твою волю, как его он выполнит наши молитвы. То есть, в принципе, на сегодня у нас есть огромные инструменты индивидуально у каждого. Получить благословение от самого Бога, Творца Вселенной, Творца Мироздания. Для этого нужно изучать Тору, выполнять заповеди и делать добрые дела. Все. И молиться Всевышнему, благодарить. И как завтра? Конечно, завтра. Завтра будет продолжение урока. У нас каждый день, слава Богу, в 10 урок, с 10 до 20.25. И завтра мы продолжим чтение недельной главы Балак. Все. Всем удачи, успехов, божественных благословений. И чтобы Всевышний дал вам благословения в здоровье, в благополучии и в семейных отношениях. И с Божьей помощью, значит, чтобы мы помнили, что это дал Всевышний. Все. Всем пока. Удачи. До завтра.